Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как исправлять человека в духе кротости. Автор цитирует слова апостола Павла из послания Галатам, начало 6 главы. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». И как это в духе кротости? Дух кротости не предполагает осуждения, в данном случае, озлобления или учительского тона сверху вниз, вот такого навязчивого наставничества. Потому что все это очень сильно мешает человеку. Дух кротости предполагает сострадание и соболезнование грешащему человеку как больному. Дальше, наблюдая каждый за собой, говорит апостол Павел, имея в виду, что если человек судит сам себя, имеет в себе покаяние, то как раз его обличение будет именно состраданием. Потому что болен, будучи чем-то другим, но тоже болен. Он и другого больного будет обличать так, что в этом не будет вот этого навязчивого учительства. Еще очень важно понять, что может выдержать человек в качестве обличения. Например, в ответах в арсенуфе Великого Иоанна Пророка, это такая знаменитая книга 6 века, одному из настоятелей, есть слова о том, что ты смотри, как ты обличаешь брата. Есть брат, который может выдержать обличение при других братьях, и это послужит ему к спасению, к смирению. А есть, кто может выдержать обличение только наедине, потому что он пока не готов по своей гордости терпеть еще и взгляды других людей при обличении. Поэтому обличение должно иметь задачей исправления человека. Исправить человека больше значительно надежды имеет наше желание, если мы исправляем его с любовью, щадя его. У Авы Исаии, подвижника, есть такие слова, он говорит это небиение совести брата. Он говорит о том, что смирение, мое смирение, смирение человека собирается разными вещами, он их перечисляет, и в том числе небиение совести брата. Небиение. То есть, когда человек щадит совесть своего брата и обличает его так, чтобы не уязвлять ее. Вот что такое обличение в духе кротости. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok